всем привет дорогие друзья с вами снова ваш любимый автомеханик и меня очень часто спрашивают дима у меня есть 5-6 тысяч долларов ну максимум 7 какую машину мне купить и в этом выпуске я расскажу вам какую машину вы можете купить за эти деньги монтон в числе да конечно же я спрашиваю что вы хотите купить что вам интересно все хотят что-то посвежее что-то поновее не надо было часто ремонтировать сразу же скажу это миф таких машин не бывают любая машина она рано или поздно ломается какой бы новая она не было ее надо заправлять и так далее и тому подобное я уже отсортировал в ближайшем сайте автопродажи машины от 5 до 7 тысяч долларов максимальном возрасте 8 лет рено логан 2017 года если вы на тендерите какую-то подружку и приедете за ней в кино на рено логане то мне что так кажется пацаны она к вам в тачку не сядет 5 500 если вы приедете девочки из тиндера на 5 500 подумает что вы гей port fiesta белый на автомате цвет его в салоне пахнет новым под замену радиатор и нижний патрубок чина 16 года и почему у нее радиатор под замену как-то странно до 5 800 citroen c4 подумайте отличная тачка я тоже когда-то так думал пока ее не купил я когда-то продавал citroen c4 vts который на 180 лошадей с крутильным прикольным моментом продавали долго за цену ниже рыночной машина специфическая очень только потому что она французский citroen opel corso 1 и 2 на ручки в принципе я считаю неплохим вариантом но мотор 1 и 2 этот мотор на opel corso никуда никогда не едет и жрет до хренища бензина в городе он у вас будет хавать 8 литров вынь да положь зачем его покупать я не понимаю давайте дальше ну и конечно же мой любимчик просто hit каждый кто покупает машину в этом ценовом диапазоне почему-то хочет купить smart я не понимаю почему нафиг он вам надо за эти просто сумасшедшие огромные деньги для этой машины за 7000 долларов 99 тысяч пробега 1 литр 13 год все как вы любите во первых мне кажется smart небезопасная машина любой нормальный мужик на лэнд крузере prada вас не заметит и переедет кто вас ждет smart комфорта нет когда вам надо проехать из одного конца в другой и вы проведете полтора часа в этой машине вы выйдете вот с такой квадратной головой шумоизоляции нету это просто железная коробчонка вот и все вот и все и у нее сзади есть какой-то моторчик кроме малолитражки вы найдете может быть еще какого-нибудь задрипанного француза но я считаю что эти машины вам не подарят эмоций никаких и никогда они сделаны для того чтобы перевозить вас из пункта а в пункт б я обычно советую за эти же деньги покупать чуть старше автомобили чуть с большим пробегом но которые вас будут радовать даже своим присутствием каждый день будет дарить вам эмоции и в этом видео я постараюсь вас переубедить на примере вот этой старенькой бмв почему стоит купить машины этих годов во-первых из-за их моторов любой автослесарь вам скажет что в двухтысячных годах моторы строили гораздо надежнее кроме надежности я прибавлю еще слово интереснее драйвове те времена была во-первых огромная широкая линейка я вам про нее не буду рассказывать но до сих пор у вас есть выбор если вы покупаете какого-то задрипанного citroen а у вас нету выбора по моторам у вас 16 турбодизель и все здесь вы можете купить 2 и 5 бензин 2 и 8 бензин 30 бензин 30 дизель вы можете купить все что вы хотите у вас есть выбор и это самое главное я перекатался на многих автомобилях и даже когда у вас легковая тачка со 170 лошадьми этого немножко ей мало почему для массы то на 300 тонна 500 тонна 600 200 лошадей это оптимальное количество для того чтобы вам было комфортно на этой машине комфортно в городе комфортно обогнать фуру за городом и многие из вас подумают 200 лошадей такое он же жрет как если в этих моторах все исправно загородный цикл у вас расход будет восемь с половиной литров в городе эти моторы будут жрать от 10 до 12 литров это чуть больше чем форде фиеста но эмоций здесь гораздо больше и удовольствие от потраченных денег чем форде фиеста это однозначно и вы просто должны проверить это на себе идемте поговорим про внешний вид мне кажется бмв кузове е-46 по сей день настолько актуально и если она хотя бы в м обвесе родном а м обвес на сегодняшний день можно купить за 200 ну блин 300 долларов где вы еще за такие деньги и на такой классный кузов найдете дешевле что-нибудь я вас уверяю нигде и никогда а теперь пасыки поехали прокатимся я расскажу вам про саму напомню что эта тачка 1999 года выпуска в ней есть круиз-контроль синоновый свет климат-контроль родная саунд-система сабвуфером и кучей колонок по всему салону harman kardon электро регулировки сидений стеклоподъемники и так далее и тому подобное что вам еще надо на мой взгляд здесь есть все то касается шумоизоляции комфортнее тачки чем бмв тройка куда нибудь на дальняк я не говорю конечно про mercedes е-класса и какие-то другие автомобили классом выше мы сейчас говорим о сравнении с фордом фиеста и за эти деньги и с citroen am c4 комфортнее тачки на дальняк вы не найдете кузова купе гораздо шумнее чем например седаны купе это наверно больше простим чем про комфорт если вам важен комфорт внутри и качество материалов то конечно же лучше взять на седан я тащусь от этих комбинированных кожа на тряпичных сидений с боковой поддержкой типа аля спорт ни один citroen вам даже в каких-то век и лакшери опциях этого не предоставит зачем тратить деньги на эти ведра которые никуда не едут и никак не звучат покупаете эти фиесты ну и самое интересное ради чего я это все затеял у этих тачек офигенный и огромный потенциал для удовольствия и все благодаря их годам потому что давным-давно на них уже сделали кучу разных запчастей которые разлетелись для того чтобы вы кайфовали от этих машин нон-стоп и об этом всем я расскажу вам конечно же в следующей серии поэтому все кому интересно срочно обязательно поставьте лайк этому видео обязательно подпишитесь на канал ну и конечно же нажмите на этот чертов колокольчик